здравствуйте мои друзья сегодня мне хотелось показать ацеакладес спотуфера который появился у меня год назад и за год нарастил хороший новый рост с огромной псевдобульбой и красивыми тремя листами ацеакладес является родственником цимбидиума но красота заключается в листьях необычной окраски похоже на кожу змеи из-за этого сходство у данной орхидеи есть народное название змеиная орхидея произрастает ацеакладес на северо-востоке острова мадагаскар на высоте от 300 до 900 метров над уровнем моря относится к миниатюрным орхидеям псевдобульбы имеет округлую форму близко расположенные друг другу листья удлиненные плотные кожистые около 10-15 сантиметров в длину и 2-3 сантиметра в ширину цветонос у ацеакладеса достаточно высокий до 50 сантиметров цветы незрачные зеленовато-желтые до двух сантиметров в диаметре ароматом не обладает пик цветения приходится на позднюю весну и начало лета очень странно ведь в этот период орхидея развивает свой новый рост может с появлением развития нового роста и появляется цветонос я пока не знаю цветение в домашних условиях мне не удалось наблюдать но зато за развитием нового роста не предоставилась такая возможность вы знаете это потрясающее зрелище когда из почки появляется темного цвета новый рост а следом и белые толстые корешки которые моментально уходят в грунт впоследствии орхидея надувает эту псевдобульбу которая уже позже превратится вот такую темную тыквочку с красивыми листьями в уходе ацеакладес не капризен его можно сравнить с уходом цимбидиума так как у них идентичная корневая система которая после полива требует обязательную просушку если будет застой излишней влаги то корневая система с легкостью может загнивать моих условиях так как имеется высокая влажность я подобрала грунт только кору орхиату крупной фракции добавив немного лавы хотя эту орхидею можно было посадить и только в чистую лаву она также хорошо бы развивалась так как именно в этом грунте в моих условиях у меня хорошо развивается цимбидиум и но так как мне не было такого большого количества лавы я решила посадить только в одну сосновую кору интенсивность освещения в котором произрастала у меня весь год это орхидея составляла от 20 до 25 тысяч люкс при таком освещении у меня хорошо развиваются варикатные пафиопедиум и режим полива в моих условиях у этой орхидеи не обильный я использую одноразовое замачивание с полным погружением горшка на 15-20 минут с сбалансированным удобрением формула 20-20-20 и остальное время это целый месяц опрыскивая орхидея из поливизатора только по грунту для этой орхидеи я специально выбрала этот горшок он хоть и глиняный но имеет толстые стенки которые удерживают влагу намного дольше чем обычный тонкий глиняный горшок в котором в основном у меня посажены котлейные группы такой горшок котлеи я посадить не могу во избежание загнивания корневой системы а если же и происходит посадка то стараюсь сосновую кору перемешать с пенопластом или же добавить ее совсем чуть-чуть оставив голую корневую систему а вот этой орхидеи очень даже комфортно в этом горшке я не наблюдаю ни одного воздушного корешка это значит что и горшок и сам грунт был подобран правильно эх орхидея бы еще зацвела вообще была бы сказка но это у нас еще впереди при приобретении орхидея была посажена наподобие в горшок только с более тонкими стенками и грунт был только мосфагнум я решила сразу пересадить так как имея такие чувствительные корешки в моих условиях которых имеется хорошая плотность орхидей и также высокая влажность мог спагнум проявляет негативное воздействие на корневую систему и буквально всех орхидей я стараюсь подобрать более легкий и воздушный грунт зависимости от вида и потребности посмотрите как интересно листья которые развивались прошлом году они более серых оттенков и те которые в этом они имеют розовый оттенок какая красота вот вроде бы и все что я вам хотела рассказать показать хорошего развития добилась сейчас можно добиться цветений и если это произойдет я вам обязательно покажу орхидей во всей красе ну а на этом буду с вами прощаться всем спасибо и пока пока